Привет, друзья! С вами Фауст. Мы продолжаем проходить MedianXL. Вот у меня включено вот такое разрешение. Просто я проверял, и вроде как у меня с таким разрешением не лагает. Ну а если начнет лагать, я сразу верну, как было. Так. Я думаю, это стоит куда-нибудь засунуть. Сейчас мы найдем, куда положить все эти уники. Я не помню вообще, у меня были где-нибудь катары в сундуке. Наверное, я сюда положу. Топоры у меня были совсем недалеко, одноручные. Вот здесь. А здесь места, в принципе, мало. Ну вот так сделаем. Совсем недалеко были... Как это называется вообще? Ладно, несусь. Двуручные топоры. Перчатки были совсем тоже недалеко. Не в ту сторону. Так, в общем, сегодня я собирался... В общем, сегодня я собирался заняться... Чем я собирался заняться? Так. Ну, наверное, все-таки... То, что я не сделал на первой сложности. То есть убийство... Не хвата как? Я думаю, стоит этим заняться. Палки, где палки? Палки тоже где-то должны быть. Так, палки здесь. Осталось только шляпу найти, где все мои шляпы. Вот все мои шляпы. Еще и руны втыкать повсюду нужно. Кстати, неплохие у меня тут джевилы есть. По этому лову. Я так смотрю. Есть вот 80-й ловол. Пока я не записывал видео, я много интересных вещей узнал. Во-первых, добавлю к моему видео, в котором я рассказывал, как сделать базу для лука. Там нужно было, когда я лук смешивал с джевилом, надо было просто не один джевил, а шесть, чтобы было в луке шесть отверстий. Поэтому таким способом это делается намного проще все. И танцевать с бубном никак не нужно. Просто нужно нарулить хороший урон у superior предмета. Хороший урон нарулить, потом лак-триал сделать. И лак-рецепт-бонус. И потом сделать так, чтобы у оружия не было дырки, потом уже смешать с шестью джевилами, чтобы можно было сделать румное слово. лак-рецепт-бонус. Ладно. Со широй говорить не буду. Я думаю, все-таки разберемся с них латаком. Сбоку какие-то баги, с правым, с левым точнее. Ну, давай не хваток. А, точняк, я хотел еще больше сделать. Чуть-чуть не забыл. Я хотел респектнуть все свои поинты. И прокачать один скилл. Так, я и сюда пришел. Так. Сейчас мы респектнем все свои поинты. Все, лягушки подохли. Кстати, тут забавный домик. Карта редко делается такой. Ладно. Так. Прокачиваем это на максимум. Прокачиваем вот это. Это тоже на максимум. Паган нравится, прокачиваем. Так. И я хочу новошок прокачать на максимум. И теперь в максимум качать пассивку. Да, мне нужно силу вкачать. Теперь у нас все вкачано. И урон у нас 2600. Мы почти 700. Так, значит... Это... Thunderbird совсем бесполезный, насколько я помню. Я думаю, сделаю вот так. Лягушек на F2 и на новый шот на F1. Ну, мишка, раз уж я его призвал, пусть будет. Ну, а теперь пошли. Что-то мне кажется, что лагать будет. То, что лаги уже чувствуются. Еще я за кадром по угару сделал рецепт. Вот тут на локе написано Slay Monsters Rest in Peace. Для этого нужно было соединить оружие с талисманом разрушения, ну, то есть с катализатором разрушения и еще с чем-то. С руной? Нет, не с руной. В общем, с чем-то нужно было соединить, чтобы получить вот такой интересный мод. Ну, это, в принципе, ничего не дает, просто при смерти у врагов появляется вот такая анимация. И ничего особенного. Ну, вроде сильных каких-то записаний я не чувствую. Поэтому пока что можно так проиграть. Вообще, я думал еще поработать над шматьем. Но это как время будет. Ну, над шматьем я имел в виду над амулетами и кольцами. Потому что амулеты и кольца у меня совсем трешевые. В принципе, это, конечно, неплохое. Это дает немножко защиты. Но на самом деле можно более крутое кольцо сделать. Амулет я уже могу сделать, если повезет. Если повезет, то 3 ко всем скиллом сделать базу амулета на 2 ко всем скиллом. И плюс еще лак-бонус. Рецепт. Удачи. А если совсем повезет, то можно еще и блэссед лак-бонус сделать. Но это уже, если совсем повезет. Я вообще хотел бы смотреть, как у меня урон от этого скила. И стоит ли его вообще взять? Ну что? Стоит тебе взять скилл? Небольшой бонус к урону нам всегда не помешает. Чувствуется мне, что за этого друида я их в атаку убью намного проще. И безболезненно. Но безболезненно это только по отношению ко мне. А эта сучка будет страдать. Я вообще забыл этот мап-хак включить. Странно, что у меня тут ничего не открыто. Я не переходил на вторую сложность еще ни разу. Но это, наверное, автоматически после того, как я прошел норму. Сейчас я паузу поставлю. Так, все. Мап-хак я включил. И теперь идем сразу к проходу. И так будет побыстрее. Зачем оттягивать смерть? Это не хватает. Это очень неприятная штука. Так, где же трупы-то? Дайте мне трупы. Вот трупы. Нет, мне нужно лягушек призвать заново. Ищем амулет. Так, это плохая база. Нам нужен высокий item level у амулета. Еще мне кто-то, ну, там один человек написал в комментариях, что чтобы синий предмет сделать желтым, надо не просто масло, ну, oil of enchantment скубировать, ну, и добавить руну. Я попробовал это сделать, но проблема в том, что уровень предмета, я один раз так попробовал сделать, и уровень предмета изменился. Он стал меньше. Это не очень хорошо. Так, это что, это 42, это еще меньше. У меня же 52 левел. Дропайте мне в хорошие там. А, ну, хотя они вроде зависят не от моего левела, а от левела локации, так что. Дропаться мне нормальные амулеты, тут вряд ли будут. Ой. Чуть от инфаркта не сдох. Я думаю, колечко стоит тоже подбирать. Так, сурн 2. Ну да, мне кажется, нормальные вещи тут тропаться не будут. Я посмотрел, и у гембла, ну, там, у гида, у всяких таких, могут тропаться хорошие предметы, с хорошим этаном левелом. Поэтому все такое стоит добывать у него. По привычке я к гиду, наверное, пойду, все-таки. Наверное, стоит все-таки не отвлекаться и идти. Именно к них латаку. Чтобы он понял, насколько он был неправ, когда предан нас. Ой, это больно. Этот скилл всегда больно, но исключая того момента, если ты сам используешь этот скилл на варваре. Не знаю, я пробовал. Этот скилл не очень эффективный. Когда толпа кастует много-много-много башен таких, то да, это эффективно. Ну, это очень редко и эффективно получается. Это лично, наверное, не менее. Вообще, я думал о том, чтобы... Эмм... Сейчас. Расчищу немножко. Может быть, вы знаете о том, что у меня есть группа в ВКонтакте. Я очень давно... В ней активность не проявлял, вообще, что... Ну, иногда захожу. Хотел бы спросить у вас. Наверное, ну, ваше мнение о том, стоит ли работать над этой группой, постить там что-либо. Ну, в плане информации о моих видео, куда я их буду выпускать. Хотелось бы этим немножко плотнее заняться. А, их вот так здесь должен быть. Почему я вообще об этом начал говорить? Пост... Я хотел бы там постить какие-нибудь предупреждения о том, что я не могу записать видео, или какие-нибудь опросы, посвященные моим видео, которые я, в принципе, уже делал в той группе. Ну, опрос посвящался тому, за какого... за какой класс проходить после сорки. В принципе, там имелось в виду, чтобы проходить на сервере. Но на сервере я не стал играть по двум причинам. Во-первых, потому что на сервере очень сильная задержка у меня. Почему-то. Может быть, потому что какой-то не очень хороший сервер. Их там несколько. Но вторая причина, это потому что на сервере был бы толк идти, если бы в новом моде, в новой версии мода не добавили эти новые хикс-руны. Я так посмотрел. Кстати, документацию обновили совсем недавно. Там это уже все есть. Хикс-руны это руны с Кабраксикс Стоуном. То есть, это нужно убить Кабраксикса, потом уже делать эти рун-ворды. И они на 120-м то есть, со всеми геймовые руны. Не хватает, я уже почти полу. Харпай снес. Это ты не представляешь. Мне стоит лягушек призвать. Хватит бафать своих этих хрюндель. Я ему вынесу полхп, так что я силен. Давай, умирай. Еще чуть-чуть. Все. Да, намного проще, чем убивать 40-й. Потому что 40-й я тут умер раз, наверное, раза 3-4. Это было достаточно быстро. Топор. Тупой топор, который дает такой прок там при левелапе призывается призывается дерево, которое не союзное. Я вообще не понимаю смысл в этом скиле. Если вы знаете, напишите в комментариях. Мне просто интересно, нахрена такой топор нужен. Топоры видимо уже все заняты. У меня таких топоров сколько скопилось. Ладно, в принципе пофиг. Это не сакрит уники, так что без разницы. Да. такие баги встречаются, используешь мультирез. Ну, не очень часто. Да и не чувствую, что у меня сильно лагало пока что. Я думаю немножко поколдовать с амулетами в первом акте. Может быть еще что-нибудь интересное сделаю, пока я к ней подойду. И я могу сделать персонализацию, то есть на предмете будет написано мое имя, я в этом уже говорил. Достаточно неплохая такая затея интересная. Ладно. Другий вечер. Давай продай мне какое-нибудь кольцо и амулет. Я точно, хотя нет, оно вроде именно моего уровня, потому что покупал я вроде не этим персонажем амулета. но в принципе да. В любом случае я смогу из этого амулета сделать что-нибудь более интересное, чем у меня есть. пришло время закупаться ренивел уровня. Лучше всего это делать через левую клавиш мыши, а если у вас есть двойной щелчок, то это будет еще быстрее. и залезаем в куб. Амулета наверное я еще погиблю. Я хочу чтобы он был сразу желтым и сразу с более высоким уровнем. 54 ну я хочу кольцо более высокого уровня. кольцо видимо мне не выпадет более высокого уровня. Профиг. 57 я сейчас на примере покажу. У меня вроде было масло of enchantment. Ой, ой, это масло. Нужно добавить руну. и да, предмет стал 48 это хреново. Будем искать кольцо чтобы сразу было желтым. Так, мне нужно сразу желтого пыльца высокого уровня. Ну ладно, 48 пусть будет 48 ну вот item level не должен изменяться при рероле. Да, не изменяется вроде. Теперь будем искать какие-нибудь полезные статы. Жалко, что нельзя как-нибудь вставить в какую-нибудь ячейку и нажимать кубировать. И было бы здорово если бы в сигме сделали так, чтобы это все можно было стакать в один предмет как кольца. То есть не кольца, а эти ключи. Это было бы намного поудобнее. От этого игра не стала бы проще в плане сложности. Она бы оставалась хардкорной, но она была бы просто удобнее. Лава питом или атак, но это точно не ко мне. Хотя если какой-нибудь такой скилл, а хотя мне наверное этого хватит. в принципе два ко всем скиллам. Я думаю если у меня прокнется сейчас рецепт удачи у меня где-то были куплены бутылки. Прокнись. Не прокнулась. тогда реролим дальше. Shadow Avatar это насколько я помню каст. Я просто покажу как он выглядит. Это вроде как дух визуала. Да. Чем он бьет вообще. у него долгий спелл таймер. Вот такой вот скилл. При том что он 24 левела урона у него совсем немножко. Это еще без ауры. с аурой на. Какой это совсем беспонтовый скилл. но я вам показал. Тут ничего интересного нету. Тут в принципе тоже. Это совсем треш. сейчас что-нибудь интересное сделаем. Еще в новой документации есть такой новый раздел в котором написано об уроне. И там я как раз узнал что уроны скиллы вдм которые зависят от урона оружия они не скейлятся от magic damage physical magic damage если он сейчас будет здесь этого нету в общем то что я вставлял в лук вот физика magic spell damage оно низкие лица от этого я не знаю есть есть ли вообще скиллы именно скиллы касты которые бьют физикой что-то я такие даже не встречал не знаю но скорее всего есть бесполезно наверное мне стоило оставить 2 ко всем скиллам даже каких-нибудь интересных скиллов не появляется ну или каких-нибудь проков я хочу получить о кстати неплохие резисты в принципе но это не то что я хочу я хочу получить либо 2 ко всем скиллам либо какой-нибудь интересный кирог при убийстве или просто при попадании так ну или какой-нибудь скилл чисто для чисто для того чтобы его показать вам и продолжить реролить все это знаю может быть выпуск будет не очень интересно я стараюсь интересным все рассказывать это можно уже выбросить это не работает здесь вот такие вот у меня были предметы на моем друг другу иди кастерик кастре ностальгия кольцо интересным в общем насчет выпуска видео если все будет хорошо то я какой-то скилл я хочу его посмотреть если будет все хорошо то я буду стараться выпускать видео наверное каждый вечер нужно мили в этом я сейчас одену мне просто интересно что делать он скилл так он наносит очень мало урона дайте я ударю кого-нибудь ну не хотите мне давать к вам ударить я лечу сюда слушайте это как рыцарь в третьем акте первом только огненное а не электрическое ясненько но оно от оружия никак не скелет наносит определенный урон вообще интересно вообще как она скелет но видимо просто наносит урон аура аура лягушек увеличивает но не сильно было интересно посмотреть но я немножко отвлекся я хотел сказать о том как как я хочу в принципе выпускать мои видео я думал о том чтобы выпускать каждый вечер то есть вечером я записываю и на ночь я ставлю загружаться на ютуб и получается что видео как бы вышло например не сегодня вечером кстати тут два кассива то есть видео вышло не сегодня вечером а завтра утром ну или ночью хотя я сейчас записываю ночью это видео я надеюсь вы поняли о чем я говорю что я имею ввиду и думаю я это делать по будьям может быть выходные настроению черт в общем делитесь своим мнением об этом об этом мне важно мнение моих зрителей так крафт поинт там проходя уберы можно получить чарм который будет давать сразу 500 крафт поинтов это в принципе все крафт поинты которые нужны они нужны для того чтобы крафтить джеггеры и там специальные зелья в принципе это почти все что нужно так два скила я конечно втюхаю сюда зелье ну в принципе мне и не важно потому что там больше было для мага чем для моего лучника мне нужны более интересные статы это дико всем скилом и фасбул украины совсем вот это неплохо я бы очень хотел чтобы сработало черт но когда я когда я амулет реролю то там шанс срабатывания рецепта тоже реролится поэтому рано или поздно рецепт должен сработать но если бы он сейчас сработал это было бы идеально просто потому что там и дефенс дается и манна и хп и 2 к всем скилом не я еще хочу я хочу получить из амулета 3 к 3 ко всем скилом и еще что-нибудь интересное например фастер ранг креста так спит 15 к силе и если бы вместо двух последних или вместо лайн резиста было 2 к всем скилом если бы я использовал масло удачи и оно сработало это было бы идеально на таком этапе игры но это такой мод что тут ничего идеального не бывает закупаемся на весь инвентарь ревилами и паримся по полчаса пытаясь найти не найти а реролить хоть какой-то амулет я покупаю так много рениров потому что мне еще предстоит кольцо реролить пока что хотя бы одно так ладно продолжаем реролить дэв а дэв басом это что а это вроде что-то новое если я не ошибаюсь я хочу проверить а нет это именно то еще такое рунное слово зачем-то делал просто я проверял работает ли рунное слово для лука просто обычный лук для друидовского лука то есть рунное слово для обычного лука я вставил в друидовский лук и оно работает ну просто проверил чтобы быть уверенным в том что работает или нет 2 ко всем скелом крафт поинт и так же быть если сработает нет не сработало опять ну что ж такое в идеале я могу получить 2 ко всем скелом то есть 3 идеале но в общем он постоянно не работает не помню сколько там процентов вообще мне конкретно не везет так вот это в принципе неплохое можно будет даже прикосновывать шедевая латара если все сработает нет не сработало что такое нет один косинский вам не канавит мне нужно бракосимского в общем просто пишите свое мнение насчет того как часто мне выпускать видео и насчет того что мне делать вообще со своей группой ссылку на эту группу я оставлю в описании надеюсь не забуду это сделать ну что время уже позднее напишу это видео спать что глаза уже слипаются амулет все не хочет нормально крафт в принципе в этой игре это тоже будет элемент крафта тут кстати добавляется урон неплохо в принципе но нету ко всем скиллом и кольца там можно один ко всем скиллом получить но рецепт рецепт удачи там прибавляет вроде спал демоши или что-то типа этого вот ну хоть что-то мне еще из маслом удачи придется бежать вообще отлично давай да что ж такое я все делаю правильно ну допустим вот сейчас сейчас тоже не сработал но если предмет ревероли то на нем должно сработать хоть раз не знаю бред какой-то мне сейчас просто нервный тик будет атака допустим я среролил предмет лак рецепт просто не работает что это за беспредел ладно я обойдусь хорошим реролом это милия тогда это милия так мне это отношение не имеет я обойдусь хорошим реролом чтобы было два ко всем скиллом это нехороший рерол там всего 3 было всего 300 до как-то очень мало это это больше все таки для мага так что нет заставляю одну еще реневилов 2 столбика ну в принципе это более-менее вкидываю сюда и не сработал ну ладно принципе с этим моим урон и так должен достаточно сильно увеличится по крайней мере должен стать 2700 даже 2800 в принципе это можно выбросить не знаю что не так с этими рецептами но нервов нервов меня просто не хватает особенно на видео поэтому будем переролить кольцо это на жизнь в надежде получить какие-нибудь хорошие статы ну что у нас есть у нас есть вот давай в столом так ясно у нас есть один строй этот трэш файл резистанс сейчас я гляну вообще увеличится то урон или нет ну почему бы и нет в принципе я думаю можно так обойтись сколько там времени сейчас я гляну сколько записывается видео так видео записывается у нас уже 40 минут 45 поэтому я сейчас наверное сделаю то что еще ни разу не делал я сбегаю на один из чемпионских локаций то есть на самую легкую из них сейчас сейчас вы все поймете нужно только добежать до портала в три страны я вроде как на видео там еще ни разу не был я не могу но сама ним лягушек мы можем прислать призвать больше лягушек уже на три гифтбоксов у нас много потому что мы их накопировали так что если что будет проще начинать хотя гифтбоксы не так важно копировать сейчас проверим зависит ли это глава будут локации и да он зависит ясно ясно а нет все хотя можно попробовать сейчас я попробую сделать такую вещь что наверное нужно распознать и мы приближем приближали к такому человеку верту насколько я помню чтобы повеселиться надо взять снова верта купить том я по памяти делаю это секретный коровьи уровень и это греческая локация и насколько я понял тут коровы в принципе такие же слабые как и в оригинале хотя по количеству их тут очень много по сравнению с оригиналом но воно что я их очень активно там коу-сорсер написано там они всякие разные ниндзя солдар а не сорсер солдар ясно интересно немного всякого трэша интересно какие тут амулеты пробуются 50 лаву у меня какой имеется 4 а тут какой лаву это разные амулеты или разные разные еще амулет тоже да тут все 50 лаву я так понимаю что все-таки те предметы в общем предметы которые падают на локациях они уровня локации а предметы которые я покупаю в гембле они уровня моего персонажа насколько это я понимаю ну так как у меня немножко времени оставался решить тут слегка чуть-чуть побегать смотреть что тут как что я в этом моде здесь вроде ни разу не был даже или был но на записи я точно не был ни разу вот море устав ну я может быть когда нибудь поиграю за кривого некроманта вообще я очень хотел поиграть за за некроманта кастера то есть за кастра и наоборот не хотел играть вот если вы изъявите желание посмотреть на прохождение ну не то что за за прохождение а за небольшую такую игру за некроманта кастера то пишите об этом в комментарии но я хотел поиграть за некроманта тотемщика мне кажется это интересно интересный вариант такой поиграть за него но сегодня вы узнали одну из причин почему я не очень люблю медиан аксел но уники кстати тут неплохо дропаются правда жалко что не сакрыт если бы дропались сакрыт уники или хотя бы просто сакрыт желтые предметы я бы был просто в восторге но я думаю сакрыт предметы будут падать на терроре в тематике так что нормально все в обычной версии уники падали только только на деструкшен меня напрягает что эти коровы говорят там всякие вот такие фразы это нужно нажимать на на блок хотя это можно настроить прости меня пока ну в общем такие фразы и головы это говорят коробочные вот до свидания так вроде говорят друиды друиды полазина джевел был щит это щит варвара я думаю уровень если меня не мы заканчиваем как мы быстро опнули была такая куча коров насколько я помню тут вообще где-то должна быть корову принц рада его что-то поэтому что-то мне подсказывают что я друг нет я все еще жив что-то они немножко читерят мне кажется с невидимостью еще один это очень неплохое место чтобы фармить уникальные предметы но проблема в том что это слишком поздно проще все-таки копировать перестал и яблоко съел зачем-то вы рынжевиком тут слегка напряжена жить а совсем слегка я думаю на это можно закончить надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами был пауз всем удачи всем пока